А что так хлопают? Я просто пытаюсь понять, уловить причину шума. Ну, скорее всего, одноязычные комментаторы говорят что-то, мне кажется. А может быть, просто кто-то там из первых рядов поворачивается и говорит, ооо, ребята. Ну, может быть. Все может быть. Да, ребята, так и говорят. Ну, да, и о чистом русском. Ну да, возможно, именно из-за этого и поддерживают другие люди. Минус Хускар, минус Андайм, минус Визаж. Ну и банятся такие сигнатурочки, сигнатурочки. Ну, это действительно. Ну и что, чем же будет играть у нас Меркл? Чем у нас теперь удивит? ВР-ка попахивает здесь, да? Да, вроде неплохо заходит. Снардар, да? Должен быть этот персонаж. Вроде все при них. Если возьмут ВР-ку, то я думаю, сразу же СДЕКам надо отвечать ВВерной. Не думая особо. А, ну так ВВерной же. Так они могут забанить ВВерну взять ВР-ку. Это будет аналогично и правильно. Грамота. Красиво. Что они не берут эту ВР-ку? Ну, это же явно план был. А, вот так вот. Это ММС-перед. Такие дела. Ну, не факт еще, что ВР-ку все равно можно взять? Ну, конечно. Может, захотели пока что украсть Эмбер-у ЦДЕК? Да, Китайцы, да, Эмбер украсть приятно. Ну, правильно. У агрессии там Шикина ВР-ки не особо стрелять. Шикина Линия? Шикина Линия стрелять, да. И они бы явно взяли этого. Так, мне кажется, они и сейчас не пройдут Линия. Это все им мешает. А вот мне в бане и вроде все хорошо с ней. Кстати, я вот удивлен, почему у ЦДЕКов Шикина Линия, но он просто божило. Он в каждой игре разваливает лица, там, сумасшедший КДА. И вообще, но они Лину берут, ну, редко. Ну, взяли вчера, проиграли. Да? И хотят больше. Против ЕГЭ была Лина. А, была. Ну, блин, там был лайфстиллер еще против ЕГЭ. Я думаю, там не в Линии все-таки дело. Лина там была хороша, сама по себе. Давала прикурить. Она была с вещами, но я бы не сказал, что она там так сильно прикурить давала, кстати. Там Артизин равных с ним постоял, вынес кучу вещей на СФ, и по итогу его вещи стали эффективнее. Не, ну, если СФ, как Лина, фармит одинаково, то там так обычно и бывает. Там так и получилось. Там у обоих на 12-й минуте было по 100 крипов. Оба добивали все на миде свое. У обоих были стаки. Как же долго думают, все, бонус тайм, время. О, Леон подобный. Это не Леон подобный, Егор, это Леон. Ну, Леон подобный Леон против Эмбера. Китайцы шарят как надо. Фиксировать. Они не особо шарят, потому что они очень долго думали. Они думали, что 2 минуты над этим пиком. Ну, Верка должны сейчас забрать, наверное. Ну, явно же хотят. Ну, то есть прям... А вдруг Алхимик еще раз? Это что-то... По Демберу, Слардара как-то... Ну, так себе. Я согласен. Да, им некому купить. Вот Вич Доктора бы еще добрали-то, да? Ну, ладно. И было бы не так дурно. Алхимик, Вич Доктор. Но там Дум. Противно. Да или он этого Алхимика стирает. Алхимика не такой большой запас КП. Так, ну и четвертый для ОГ. Саппорта или Корп. Персонаж это саппорт Бэйн. Бэйн. А сейчас цедеки просто по Абадону ударятся как... Ну, вообще... Вообще Абадон здесь неплох. Да, на самом-то деле. Да, и тогда придется, конечно, Дума делать Керри. Так, а еще ничего страшного. На самом деле... Ну, Дум Керри такойся. Не, погоди. Дум Керри, Абадон, Туск. Это все можно задавить очень плотно врага. Конечно. Драгонайта какого-то. Да, вот я хотел сказать. Сделать Дума, уже все. Ну, там свои идеи. Ну, не самая плохая идея вообще. Это Керри Сайленсер, либо же Мид Сайленсер. Ну, просто Суппорт или он Сайленсер вдвоем. Это такая помойка. Поэтому это с Керри Сайленсер. Ну, или... Ну, или Мид, да. Мидер. Типа, Дум сложный. Могут позволить Сайленсер. Доберут еще Сэмми Керри на центр. Есть Дум. Ну, да. Да, не, это не самый плохой пик. В принципе-то, Эмбер Спирит, Бэйн. Рейт Гейм это хватит. Ну, да. Но не совсем на цт-деков как-то не очень похоже. Просто весь этот пик. Ну, может какие-то заготовочки, которыми просто они еще не играли, но тренировали. Будем надеяться, потому что если это они пикают первый раз, боюсь, что с первого раза может не закатить. Это будет все, как Иван просил. 2-0. Когда я просил-то 2-0? Я говорю, за три карты болею. Я всегда за три карты. Хочу всегда побольше матчей. Красивую доту, чтобы смотреть, но... Подольше, спать поменьше. Не надо вот тут. Ты, получается, работяга, Иван? Я? Да, я самый настоящий работяга. Я пока не пропустил ни одного включения. За весь ивент. Эх, была бы моя воля. Было бы нас поменьше, я бы тоже так делал. Да? Да. А что твой Сайлентер с Нокейлом умеет против Нипа? Ничего. Мгновенный пик просто. Нипа для Ноутейла. И в зале куча ребят с головами Нипа. С вот этими шапками танцуют. Ну что, Ноутейл? Ну что? Стойпад, как вчера комментаторы назвали этого героя. Ноутейл могет. Ноутейл могет. И я бы посмотрел на противостояние 1 на 1 на Мипа. Виха против Ноутейла. Это было бы крайне убого. Мне кажется, выглядел бы. Я не знаю, что такое 1 на 1 на Мипа. Если себе представляете, просто все взорваются, пупаются. С третьего левела ты уже 2 на 2. Опа. А по всей карте можно поиграть. Ну и Алхимик. Кстати, по всей карте... Ну да. Ну, кстати, видели мы уже вчера, как Мипа разбирается с Алхимиком. Здесь же в обратном порядке были взяты герои. Посмотрим, что из этого выйдет. Действительно, посмотрим, как проявят себя Цедек и ОДЖИ. Вторая карта. Матч за попадание в топ-4 франкфуртского мейджора. Начинается прямо сейчас. Виталий, Дмитрий, комментируйте. Товарищ Виха, он новичок. Он еще в Доту не играл тогда, когда товарищ Ноутейл на Мипаре наказывал в... Не знаю в каком году. Виртус ПРО. Виртус ПРО. Да, Ярослав. Да, хорошо помнит, я думаю, Ярик тот самый матч. Как же они туда горели в ВП, когда их на Мипаре просто-напросто переворачивали. У нас шикарный пик от команды... Это действительно будет весело. Это действительно будет забавно. И вот он, Ноутейл. Видите вы его на своих экранах в правом нижнем углу. Как всегда, закидывает он одну ногу такую к груди, прям ее прижимает. Так ему удобнее играть. Чай, их раскатаю. Да, ну и вот она заставка. ОДЖИ ВЕРСУС СИДЕК ГЕЕМИНГ. ГЕЕМТУ. Я буду как на Интернешнле, она очень веселее. Да, и действительно, публики побольше. Вы уже увидели, это четверг. Завтра пятница. Завтра, я уверен, людей будет очень много. Завтра начинается все. Матчем ЕХОМ против ВИЧ. И потом вообще ЕГЭ против СИКРЕТ. Будет весело. Ну что же, Агрессив на Думе. Миракл. Ну, не будет ничего делать тут с Агрессивом. Просто прогнали ОДЖИ. Может быть, Крит пойдет туда, в ВАРТ тыкнет. Да и на этом все закончится. Ладно, быстренько по героям. Мунминдер играет на том самом Слардаре, который сегодня команду Виртус ПРО отправил на седьмое-восьмое место. На Мипаре катает на Сноутейл. Миракл играет на Эмбри. Крит играет на Бэйне. Флай играет на Дазней. И Сиди-Си. Кью на Сайленсере. Икзе, хардовый Тускар. Гардер на Леоне, который, кстати, на этом турнире еще ни одной игры не выиграл. Серьезно? Ну да. Агрессив на Кэрри Думе. Первый раз вообще вижу этого игрока. Давайте посмотрим, что же из этого будет. Я ни разу не видел Агрессива на Думе тоже. И Шики на Медовом Алхимики, который, кстати, уже забрал Баунтеруну. Да, и это Суппорт Сайленсер и Суппорт Леон против Мипа, Слардара и Эмбера. Вы простите меня за мою, не знаю, неверие. Я, конечно, не аналитик. Но пока смотрятся... Но, по-моему, это в салат сейчас будет. Ну, пока да. То есть, главный вопрос, который хотим задать мы все, чем же убивать Мипа? Чем же убивать эту толпу засранцев, которые пупаются на тебя и смесят? Как хорошо сейчас сказали вчера коммендаторы сегодня на Лидике, стройбат вот этот, который просто летит на тебя и так далее. Ну, и мы знаем, что Виха очень хорошо на этом герой играет, пользуется качественно скриптами. Ну, Ноутейл тоже умеет играть на Мипаре. Посмотрим. Ну, потому что, действительно, когда на тебя идет три, даже три Мипаря, я не вру уже про пять Мипарей, которые точно пойдут... Будь ты Сайленс, там, будь ты Леоном, ну, не сможешь ты ничего сделать. Тем более, будь ты Леоном. Кинешь ты Хекс одному, там есть еще три чувака. Кинешь ты Сайленс второму, ну, есть еще два товарища. То есть, кого бы ты ни кидал, то в целом Мипаре здесь смотрится очень грозно. Ну, и, возможно, разве что только по этой причине взяли Алхимика. Хотя Алхимика тоже как-то не очень... Контрит, если честно. Ну, если соберет какой-то, не знаю, Майл Шторм, чтобы там дамажил по всем. А вот, кстати, здесь Майл Шторм шуток. Да, и Радиан с Майл Штром с выходом в Мьолнир, ну, может быть, даже смотрится. Кстати, Ноутейл чуть не умер, сейчас Мидия. Чуть больно ему тут. Надавали, но и в итоге вынужден он тут баночкой отпиваться. Ну, в общем, все у него хорошо. Сейчас будет третий левел, будет Ламми Паря. А, будет веселее. Тут Миракл на Эмбере. А, в сложной, имеет почему-то 8-1 Крипстат. А Дум имеет 5-0. Ну, кейсит пока хорошо. Молодец. Я агрессиву на Думе не видел вообще ни разу. Вот сейчас мы его увидим. Проблемы, проблемы. А где суппорт? Суппорт ужел за руной. Проблема у агрессива огромная. Ну, и Миркель прогоняет его подальше. Ну, зато Гардер на Леоне взял реген, с чем мы его поздравляем. Тут Мипарь пошел на шейки. Самое время попробовать забрать. Два пупа Алхимика лопается моментально. Ну, вот он. Это Мипа, леди и джентльмены. И начинается война. Я не знаю, как с ним будет бороться. Я повторюсь еще раз. Я думаю, и наши... Ну, вы уже услышали все. Здесь остается только вот что-то очень интересное выдумывать. То есть, какие-то бешеные ганги тусика, может, я не знаю даже. Ну, вообще, может быть, Думу поставить на мид, поскольку... А ты думаешь, Думу это будет по душе, что ли? Ну, второго левела Думу с ноль армора. Я не думаю, что Мипарь... Мипарь, в принципе, пофиг кого убивать, думаю. Или Алхимика на четвертом левеле, правильно? Ну, он хотя бы есть земля. Он хотя бы как-то может выживать. Потому что Алхимик тоже всего лишь единичка армора. Но при этом у него нет никаких сейвящих способностей. Ну, пока да. То есть, пока ульта нету, все очень-очень тяжело. Ну, не ясно, как будет. Вот тут же, там ноутейл еще и пошел стаки одновременно делать. Ну, это ноутейл, дефолтный типичный ноутейл. Пошла от него игра, делает сам себе стаки, потом сам себе эти стаки пойдет фармить. Да уже можно пойти пофармить их. Да, почему бы и нет. Пятый левел быстренько возьмешь еще. Вот здесь можно вот это вот зафармить тоже. И ноутейл это, конечно же, сделает. Оставив линию крит и немножко получать экспириенс. Оценит, как хорошо он их фармит. Пуф и кулдаун 10 секунд. С двух пупов ты наносишь 400 магического урона. Крепы падают довольно-таки быстро. При этом можно танковать одним и потом отвезти его на фонтан. И даблстак уже зафармлен. Да, и спокойно на четвертом левеле ты фармишь. Не имея никаких аджоров, ничего такого. Да, уже пятый. И все прямо очень хорошо. И вот отправляется один домой, рефилит банку. Ну, что тут еще скажешь. Это Мипа, это хороший герой, но играть им очень-очень сложно. А Миракли тем временем продолжает. Боже, у Миракли какой-то просто невероятный игрок. Кстати, в 19-дону, ты посмотри на Мунминдера в легкой линии. Мунминдер 21 на 5 имеет на Слардаре. Все три линии на данный момент команда OG Dota выигрывает Слардаре. Боже, как же хорошо, что у этой команды такой пул будет. Кстати, Экзе, куда ты идешь? Ты же без маны. За такое можно и умереть где-то случайно. Была бы не ночь, увидел бы его на Тейл. Вот очень интересно посмотреть, как так снизу получается, то, что Эмберспирит настолько хорошо стоит против агрессива. То есть у Дума-то побольше урон там. У Эмберспирита 58, и Дума 67 плюс 6. То есть в целом довольно-таки внушительные параметры. Но видно, что Дазл делает большую часть работы. Ну ты идешь в Сайленсер. Ну зачем он сюда идет? Что он здесь сделает? Вот вопросы. Ну вот копнули. И что дальше? Ну и что дальше? Выбить сейв. Сейв выбили. Нужно отступить. Можно просто умереть. Может умереть, если не будет сейв. Да, умрет Мирокль, кстати. Хорошо. А вот это вот вышло неплохо. Вот не подумал я, забыл точнее о том, что там вкачана Курса. А Курса уже оказалась вкачаной в два. Ну с Курсой да, с Курсой согласен. Вот Сайленсер сделал хорошую пертяжку. Какое-то время позащищал Альхимика, чтобы Бэйн с Мепарем его за комбинацию с Лип плюс Паф и не забирали. И как только есть тучка, то Альхимик может спокойно ее себе по КД кидать. А в это время мы продолжаем другие линии стараться выигрывать. Да. Бэйн же стоит просто в миде. Пятый левел скоро будет у Крита на Бэйне. Вы сами понимаете, что это слишком хорошо. Бэйн вообще так неплохо по крипстату, ты посмотри. Пятая минута, суппорт, сапог, нульталисман, еще 700 голды. Он сейчас, если купит себе какие-то там аркан-тапки, то у этого Альхимика. Ну вообще Бэйну довольно легко стоит на линии, как бы, ну, даже если сравнить его с тем же Альхимиком, да, у Альхимика 60 демджей с руки, у Бэйна 77, да. То есть все-таки товарищ-то может спокойно стоять и крипстате, тем более Крит хорошо умеет на этом герое играть. У него очень быстро будет шестой левел. Мипа в лесу будет себе выносить дальше левел. Ну, там Нотейл продолжает фармить, тпшится, летать. Ну, дефолтный Нотейл. Потом, когда кому-то на линию придет, обратим на него опять внимание. Миракл переместился в легкую, не понравилось ему то, что он умер. Ну и Слардар, я так понимаю, сейчас пойдет в сложную, либо же начнется уже вот эта вот беготня по карте с попытками кого-то цепануть и где-то убить. Да, в целом-то все есть. Имеется Орвух Вином, который позволяет замедлять. Также мы видим Транквил Буцы. Это идеальный айтем, чтобы бегать. Вышел твой левел, самое главное. Да, вышел, кого-то побил, может быть, даже потерял все хп, там побежал, чекнул руну, может быть, там еще правил разведку, возвращаешься, и у тебя хп-чик отрегенится. И в центре возвращается Нотейл, старается его забрать, но он довольно-таки танковый. Есть уже Пауэртрейтс. Да, с ПТшечкой уже не так легко его убить, мы понимаем, как бы там уже под 800 хп. И выход, выход от Слардара. Таск, в свою очередь, чувствует, что раз уж никого нету снизу, то селедочка наверняка хочет попробовать где-то загангать. Там может быть в центре через Слепбойна, может быть сверху через Чин Эмберспирита. И лучше всего не рисковать, можно вот на базу сбегать и ману досягать. Шики занимает одну из своих любимых позиций, правда вот сейчас он здесь затупит и у него спаун просто не заспаунится. Он помешал же, что он сделал, он сам себе помешал. Ну, с другой стороны, маленькие крипы появились. Ну, ему надо было сюда отвезти, и у него было бы здесь три стака, а не два, как они есть сейчас. Ну, тут ошибся немножечко Шики, ну да ладно, продолжает он фрамить, две 300 у него есть. И что вообще в игре происходит? Вы посмотрите на это, два суппорта стоят мид и где такое вообще было когда-либо видно. Честно, в натуре, у нас просто левел 6 скоро Бейн против левел 4 скоро Сайленсер стоит в миде, и это седьмая минута игры. И выход наверх. Эмберспирит только-только получил шестой уровень, гардер на позиции. И Хекс, ай, не достает подкопом, и Миракл тут должен летать. Да, с Хексапа начал, нету магии теперь. Ну, а, кстати, может быть Хекс все равно, да, но уже поздно, уже поздно, уже, по-моему, ничего не сделаешь. На разработке Миракл, если, нет, ничего Миракл, конечно, не будет делать, он боится. Очень был рядом Мунминдер, но не решились. Кстати, Мунминдер, по-моему, немножко затерялся, да, вот получил левел, пришел на топ Миракл, и как-то Свардар не совсем понимает, что ему делать сейчас. Ну, не хочется возвращаться на низ, то есть, раз уж такая, ну, необычная ситуация, что снизу там Дум, который даст тебе его лицо, там еще довольно-таки хороший герой, это Леон, который может с Хекса забрать, то, видимо, не хочет рисковать и просто продолжает пулить. Раз уж два суппорта, два суппорта держат мид. Контролят, контролят. Шестой слайдный левел уже у Бэйна, там саппортом даже очень далеко, хотя пятый у Леона, третий у Сайленсера, ну, так что более-менее. Ну, и Дум снизу просто на фрифарме, вместе с Алтхимиком, поэтому по деньгам у Цдек все хорошо, мы видим. Как только идет фарм, перестали перемещаться, что-то пытаться придумать ОГ, тут же фарма для Цдеков, конечно, идет и идет. Ну, блин, все-таки третий Деваур, плюс Алтхимик, сами понимаете, что деньги будут сыпаться, как из друга изобилия. Да, и для команды ОГ стоило бы, может быть, попробовать делать какую-то вылазку, потому что в целом-то уже есть Бэйн шестого уровня, который может цеплять, также там Эмбер Спирит с Флейм Гуардом на четверочку, можно попробовать напасть. Пока Битву Фарма, CD и Си выигрывают. Алтхимик пошел. Да, продолжает на шейке чудесным образом фармить леса. Да, Алтхимик, вот с этой точки он не слазит никуда, это будет Радианс, дальше выход, ну, посмотрим во что, скорее всего, действительно, это будет Радианс. Потом Монта ставил, Мьолнир, я не знаю, либо Радианс что-то там, ну, Мьолнир должен тут выходить. Да, то есть Монта, в целом, тут Монта такая, средний выбор, потому что пуп, 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 и она моментально падает, но, может быть, зайдет, кто его знает. Ну, по крайней мере, быстрый Радианс будет, это факт. Уже Релик. Да, уже Релик есть, то есть все хорошо делает Шики, не забирает фарм ни у кого из своих тиммейтов, потому что в миде просто фармится, Радианс прекрасно понимает Алджик, где находятся Шики, но идти туда просто не хотят, либо же не могут на данный момент, вот это вот неясно. Ну, так рановато, то есть, да, Слардар у нас без блинка, то есть ему нужно подфармить мипу, можно там добить Аганим, чтобы был у тебя еще один такой герой. Боя. Без замеса. И, ну, вообще, необычный ланат, где такое видно? Один суппорт стоит, фармит мид, точнее, это уже чистый мидер, мидер чистой воды. Дазл стоит в харде, и нападать на него неприятно, потому что можно подсервить. Мипарь выфармивает весь свой лес, а хардовый Слардар стоит. Ну, парни, я че? Я Хардов Слардар вообще не даду, он не знает, кто сидит, он такой, блин, ну пацаны, ну дайте мне и че-то. Ой. И такие, не, не, не дадим. Вот даже Миракл подошел, они так напополам забирают крифов. Да, там у Дума Мидаса, они все-таки хотят выйти в какой-то полулейт и просто-напросто перебить команду Лжи в лейте. Но у Тейл в Мбизе это неприятно, но Гардер что-то понимает. Ну, Гардер просто чувствует, что лучше. Наверное, это что он видел, что Нотейл взял инвист. Что под вышечкой можно фарм принять, хотя похоже, что... Ой, агрессия, Сетка не попадает, Сетка из первой, и у нас товарищ Нотейл. Тут же Дум пошел ультимейт Бэйна, Нотейл своего настоящего мипаря уводит. Ну, точнее, не настоящего, а того, который потом. Тут же врыв опять, пытается что-то сделать с Нотейлом. Тут же у нас Миракль. Нотейл по-прежнему жив, убивает XZ, цепляет Гардера, и это минус 3. Вот так вот. А Нотейл где? Правильно, Нотейл уже пошел фармить куда-то дальше. Отличный рэв. То, что я говорилось. Бен 6 уровня, жмет смоки и идет убивать своих противников. Не до конца разобрались и DC, потому что Дум танковал. Дум свою задачу в целом сделал. Он даже Дум успел повесить. Ну, вот Леон, у него был ультимейт. Он его так и не юзал, потому что он убегал. Но Тасик, в свою очередь, нападал. То есть, такая сумбур происходит. Просто вкатился ему в лицо убегающему. И в итоге получилось, ну, не так, как бы хотелось. И OG в отличной позиции, потому что Кайсерк у нас сейчас врывается Тасик. Хотят забрать Бэйна. Бэйн у нас за всю боль. Боже мой, еще и Глобал. Добавили, забрали Дазлы и минус Бэйн. Минус 2. А вот тут хороший, кстати, Глобал был заюзан. Я немножко удивился, что уже есть Глобал у Сайленсера. Но, видимо, все-таки вот это состояние в миде дало свои результаты. Да, и Кью все-таки получил что-то левел. И действительно, вот этот Глобал был хорош. Потому что и Бэйн мог бы брейнсапнуть, и Дазл мог бы подхилить себя. И еще и повешать Грейв на себя. И как бы могло бы все закончиться для Дзек не так хорошо. И Тасик очень грамотно сыграл. Ворвался в Дазл, понимая, что Бэйн уже упадет и никуда он не денется. Нет, Икзэ хорош. Пока на Тускайре действительно хорош. Ну, посмотрим, что дальше будет. Тем временем, Ноутейл. Не хватает ему 800 голды до готового Аганима. И будет у нас 4 мипаря. Да, скоро будет еще и 5. И Рошану можно будет очень быстро забирать. И вот Миракл. Миракл. Вот такое ощущение, что стоял там Крит. Говорят, Миракл, братья, тут нормально стоится. Можно немножко подфармить. Ты давай возвращайся на свою позицию. А то ты вроде бы Эмбер спирит. Сейчас Миракл травела себе нафармит. И дальше будет пытаться как-то с травелами уже сплитить и так далее. Ну, Крит с Флайем здесь в смоках. Надо продолжать нападать. То есть, Мидас на Думе, Деваур и Радианс на Алхимике. Ну, вы их точно не перефармите. Да, перефармить их невозможно. И так как только нет фарма, снизу цепанули Агрессива. Тут Флай, только тут же Гардер. А что это было сейчас? Это была инициация, но как-то никого нет. Вот только что врывается Миракл, фокусит Гардер. Но Гардер дал уже все. Нужно переключаться на Дума. Отличный Дум по Эмбер спириту. И нужно убегать. Нужно убегать. Гардер. Агрессив должен погибать. Пошел Амплифай. Еще один подкос. Где поддержка? Где помощь? Где помощь? Где помощь? Как же близко была сетка Нолтейла сейчас от Леона. Я не знаю, а кто бы помог, Дим? Кто? Тусик кулдаун на телепорт. Он делал ТП, он отменил. Так неожиданно получилось, но вообще ни у кого ТП не было. Ничего себе. Как удачно они вышли. У людей не было ТП. Это неудачно вышли. Это, блин, CDC неудачно сделали. Дум, вот такое ощущение, что в его глазах он стоял и говорил помощь, помощь, пацаны. Я их бачу, пацавер. Да, сейчас всех поубиваем, но похоже, что после первой игры они еще не оправились. Да, да, да. Действительно, Леон вытягивал время максимально. Хорошо было. Ну, тянули время. Если бы летел туда Тускар, спрятал Дума, не знаю, был бы какой-то там Глобал, а Глобал уже откулдаунился. Может быть, что-то бы и вышло, но в итоге не вышло. Тревел Ап у Алхимика после появления Радианса, которого тоже в драке не было. Ну и вот он, четвертый Мипарь уже у товарища Ноутейла. Ноутейлов теперь больше на одного. 12-й левел, скоро их будет пятеро. Теперь вопрос только один. Как скоро OG пойдут обузить Рошана? То есть связка... Где-то вот прямо сейчас. Связка имбалансная. У вас минус армора от Слордарчика. У вас четыре товарища, которые больно бьют с руки. Там может быть еще медальку какую-нибудь подфармить Даззл и можно попробовать выйти. Но пока мы видим то, что вот Курица только летит, а CD&C уже пошли. Неплохо. Кстати, в Курьере что летит, в Курьере Смоук летит. Они втроем идут. Они чекают Рошана. Да, они тоже понимают, что связочка может сработать. И падает Смоук, падает, вкатывается. Ну куда ж ты катишься, братан? Вкатывается в одного Ноутейла. Ноутейл выживает. Пошел Global Ultimate Ноутейла. Будет ли сейв по Ноутейлу? Нужен хил сейчас Ноутейла. Не хватает хила Ноутейла. Убили. И можно выигрывать драку CD&C. Закрыли ему Миндера. Отличный ульт от БНА. Стараются забрать Алхимик. Но Агрессив сбивает и идет дальше. Крита нужно забирать. Мипа выкупается. И боже мой, что сейчас будет? И сейчас будет больно с деком. Сейчас будет больно с деком. Ноутейл не попадает первыми двоя сетками. Ноутейл попадает только третий. Ноутейл. Ноутейл здесь завис. Ноутейл ошибается. Ноутейл реально ошибается. Очень много времени потрачено сейчас на убийство Сайленцера. Сайленцера, конечно, убили. А догонять остальных? И догонять остальных. Вот это Шики закончился ульт. Здесь Эмбер влетает. Шики тоже в таверну нейтрал. Его все-таки забрали. Но в итоге все так казалось круто для команды Цдек. Драка была классная в начале. Если бы не начали давить по тавер. Потому что грамотный мипарь на такой стадии, когда ты можешь забрать Рошана в одно мгновение, всегда сэвид байбэк. Всегда. И мы видим, даже несмотря на легкий перевес по голде после замеса, Рошан погиб. И все. Моментально погибает Рошан. Это им у мипа две жизни. Точнее восемь. Потому что у мипа четыре. Каждого по две. Знаешь, восемь. Да. Элементарно. Хорошая, опять-таки, хорошая драка. Вот показали, как убивать мипаря. И еще стоит отметить шикарный дум, который был брошен на Миракла. Но все было идеально. Да, да, да. Но вот немножко не хватило. Совсем чуть-чуть. Хотя, знаешь, сейчас такой легкий момент. Возможно, Нотейл давно не играл на мипаре. Да. И было видно. Было видно, что он не докликивает. И Сайленсер такой посмотрел, сказал, парни, ничего страшного. Если он соберет шесть слотов, то мы его переконтролим. Ну, потому что на мипаре нужна огромная практика. И вот это, возможно, шанс для CDC. Что так вот получится. Да, понятное дело, что опыта на этом герое у Нотейла больше, наверное, чем у всех в мире. Но в последнее время, я думаю, Виха все-таки побольше играл на нем и тренировался. Поэтому вот было видно, что у Нотейлу чуть-чуть не хватает контроля полного. То есть видно было, что он там не докликивал, сетками не попадал. То есть он так летает, просто в расцепную полетели сетки. То есть никакой пол... Ну, у Вихи это смотрелось как-то... Ну, Виха там еще Денелси, то есть там много чего смотрелось. Миракл на топе. Хороший. Сайлентс, и это минус Миракл должен быть. Миракл, да, еще и Дум получает. И это минус Эмбер. Спирит, хорошо. Но только то, что два ульта проюзана. Но CDC свои ульты используют великолепно. То есть даже несмотря на то, что Винтера верно нет, но мы видим то, что Сайлентсеры используют... Они точно так же. Как только появляются ульта, сразу пошли пятером куда-то, чтобы постараться заводить врага. И приняли. Тавр один забрали. Вот пока получается, то есть вот этот выход сейчас позволяет вам поставить варды. Ставите варды во вражеский лес и ждете, пока кто-то там появится. Если никто не появляется, то его можно аккуратненько фармить и ждать следующую цель. Да, разменяли Т1 на топе, на Т1 в миде ребята из OG. Есть блинк у Нолтейла. Поэтому может он напасть на шики, сетки по всем. Игзе будет вкатываться в Нолтейла. Но Нолтейл принимает атаку на себя. И тут же врыв очень хороший от мира для Нолтейл. Жи по-прежнему станд тоже по всеми парям залетает, но нечем добить. Дальше цепанули агрессиво, прокли его Мипа. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Еще минус Эмбер догоняет Мипа. Гонит дальше за кью. Это уже минус три. Но тебе говорит с хайграунда Леон. Четыре жизни сбились. Но есть еще четыре. Ну так себе. Я не ожидал. Я не ожидал, честно. У вас кулдаун Дума. У вас нет ультимативной способности. У вас нет ультимативной способности у Саленсера. Кто-то без ультимативной способности. Да-да-да, никто. Здесь действительно вот то, о чем я сказал, что два ульта было заюзано для того, чтобы убить Мирокля, Global и Doom, и это оказывается слишком. Это много. Это слишком много. А Мирокль еще приобретает сейчас линку. И вместо того, чтобы действовать по плану, который я раньше описал, они просто пошли, поддрались с Айгисом, и сейчас уже очень сильно отрываются. Там две тысячи голды получили, при этом еще семь тысяч XP. Экспа тоже довольно-таки сильный фактор на такой стадии игры. Да, и еще минус два тавера сделали. А, и еще у нас плюс один мипа. Плюс один мипа. Сейчас нарисуется. Пять штук. Тавер забрали. Стараются успеть. Не вкачал еще. Но Тейл. Говорит, мне и четырех хватает. Зачем мне этот пятый? Так, ну и что же, что мы можем сказать? Алхимик пока вот со своим радиансом, травелами смотрится так себе. Выйти на линию пусты не может. Ну, по бокам. Почему? Потому что есть мипа, который бегает с блинком. И если он на тебя прыгает, ты умираешь сразу. Мипа Хекс, кстати, на подходе. Очень скоро будет он у Тейла. Да, и действительно, вы видели, что когда начинаются вот эти пуф-пуф-пуф, это очень больно. 20 минут игры прошло. Графики еще раз напомним. Три тысячи семь тысяч. Три тысячи денег. Семь тысяч экспириенса. Преимущество УДЖИ есть. Оно не фатальное. Потому что Алхимик и Doom его отработают. Если брать количество золота, заработано со временем. То есть на долгой дистанции, если не будет подставляться. Так что, в принципе, пока у ЦДЕКов ничего еще не проиграно. Нужно играть. Но, опять-таки, как ты правильно сказал, нужно ориентироваться исключительно на кулдауны своих ультов. Потому что без ультов герои команды ЦДЕК откровенный корн. Просто корн. Ну вот сейчас, похоже, что хотят попробовать сделать очередную вылазку, пока аккуратно перемещаются по своей базе. И вот, ну, тут, грубо говоря, большая часть артефактов есть. То есть, в целом, нет ничего такого критического, чтобы нужно было кому-то дофармить. И на их месте можно было бы попробовать дальше куда-то идти. То есть, конечно, есть Алхимик, который может там еще попробовать 30 минут пофармить иллюзиями, потом всех паковать в аганим. Но потом его все равно зафармит Эмбер. То есть, как бы, надо понимать, что как бы у OG и в мид-гейме, и в лейт-гейме, и это же Слардар, блин. Ну, у OG какой-то, не знаю, какой-то слишком хороший пик. Вот такого не бывает. Плюс есть контроль на БКБ. Ну, есть на все контроль. И как-то вот, ну, я не знаю. Ну, так говорю. Еще раз повторюсь, так не бывает. Это как-то слишком хорошо. Ну, вот поагрессивнее надо. Да, да, да. Сейчас сделали такой хитрый моб, пропущили линию сверху и надеются, что, может быть, кто-то пойдет через Лиса аккуратно крипов вбить. Или же просто нападут сейчас на Мирогля, дадут ему Doom, дадут Global и будут стараться убить от его одного. А когда закончится Global, убегает. Ну, Мирогль умничка. Понимает, что ни в коем случае нельзя рисковать. Есть фисты. Я думал, слушай, я увидел Мирогль, купил первым артефактом Perseverance. Думаю, блин, неужели он сразу Линку соберет? Но все-таки будет собирать он Battle Fury. Пофиг ему, в принципе, на Doom. Хотя с Линкой его тут вообще, по-моему, взять невозможно было бы. Ну, как вариант тут. Посмотрим. Global? Global, наверное, все-таки прерывает. Вообще есть Global, да. Да, это... На пятнадцатой, на двадцатой, на двадцать пятой минуте. Стараются всегда в одной точке вот здесь. Да, находятся всегда в одной точке вот здесь. И если вы их не видите, все, это сто процентов гарантий того, что они идут вас гангать. И OG начинает нереально сейфово играть. То есть, если вспоминать, но Тейла с прошлой игры, где этот Тинни просто выбегал один в пятерых и там его чуть ли не два раза убивали, то сейчас он выжидает. Похоже, что Рошана. Монта появляется у Шики и у Эмбера, тем временем, Battle Fury, двадцать третья минута. Очень хорошо после тревелов. Миракл приобретает себе БФ, ну и появляет Спортстав. Вардаров все очень хорошо. Можно подраться? Можно. С БФом-то? Нужно даже, я бы сказал, вытянуть на истерике на какой-то проюзанный в непонятном месте Global Silence и потом все намного проще. Когда нападает OG, с деком драться ну просто нереально сложно. Вот сейчас вот CDC, они тоже не лукомшиты, продолжают стоять на позициях. Видно ми-паря сверху, и вот можно попробовать ми-пы забрать. Сейчас очень хорошая форточка появляется. То есть Doom пропушил линию сверху, вы можете спокойно зайти в вражеский лес и кого-то забрать. Но пока что одни, что вторые стоят на реке или на горе и не двигаются. Да, Эмбер улетал уже вниз, отменился телефон в последнюю секунду. Опасно опасно. Леончик может цепануть, но в итоге не решился. У Леона, кстати, есть блинки. Действительно ему стоит начинать. Стоит рискнуть. И подготовка к Рошану закончилась. Ну и сейчас упадет Рошан. Ну а Рошан еще не скоро. Минута сорок. Продолжает фармить у нас Ноутейл. У Ноутейла до появления, а уже почти есть деньги у него на Хекс. Осталось совсем чуть-чуть. И с Хексом вы сами понимаете, что этот товарищ еще опаснее. Ну вот он. Хексулечку надо купить бы. Нолтейл. Еще совет на байбэк. Нееет, зачем? Все нормально. Ну-ка. Сейчас сверху Мирикл пошел в инвизию искать. Находит Гардера. Можем попробовать его забрать с кем-то. Гардер убегает. Ну, думаю, стоило рискнуть. Один бегал. Мне кажется, что надо рисковать с деком. Как бы OG здесь, ну не знаю. Не, ну они... Алхимик с Акторином. Но они, в свою очередь, как они? Не думаю. То есть у нас по идее Радиас, у нас по идее Гривлс Грид. У нас, ну как вариант еще Тум, который хорошо фармит. И мы фармим, ну мы должны их перефармливать. Но учитывая то, что они фармят только вот эту вот малую часть, то мы видим, что графики не двигаются. И пока OG за счет качественного зоопака... Спата как растет, а? Да, за счет качественного зоопака могут побеждать. Смог. Смог. Игза и Гардер начинают. Очень надо цепануть какого-то Флая. Флая цепанули, убили. Ну еще поживет немножко Флай. Глобал пошел. Так, ультимейт в МИПа. МИПа очень больно. МИПа нечем засейвить. Флая нет. МИПа погибает. Нет байбэка. И это 90 секунд без МИПа. Это очень хорошо от деки. Очень кажется. Ловить Крита. Сейчас будет подков. Фотус Крит. Проблемы у него огромные. Эмбер ничего не может сделать. Это минус 3 в исполнении Си Ди и Си. Вау. Вот то, что надо. Идеальный гаг. Лучше даже не придумать. Так долго ждали. Так долго готовились. И не зря. Казалось бы, вы забираете одного Даззла. Но как же много Даззла здесь решает. Учитывая, что у вас Doom, который убивает врага. Фокус от Леона. Этот Грейв может спасти твоего героя. Пусть МИПа еще может улететь на базу. Там захиляться. И все будет замечательно. Но как только он погибает. Это знак, что CD и Си могут убить кого угодно. И на месте уже нужно отступать. Вообще как-то странно. То есть, напали на Даззла. Ну, бог с ним, саппорт. Ну, саппорт. Зачем? Ничего страшного. Ну да, это попик. А то, что ты врываешься на Мимпаре. Один в пятерых. Там твоя команда очень далеко. Создает нереальную диспозицию. И вас просто принимает по одному опасность. Слушай, бьют Рошана здесь Сидек. Есть Реминант. И Миракль будет прыгать. Я в этом на 100% уверен. Они знают, что нет ума. Они знают, что нету Сайленса. И можно врываться. Разбивается из Зварды. Эмбер прыгает рано. Тут же Стардар. Стан по двоим. Рошан упал. Забирает Билла УДжи. Эмбер бороет Аэгис. Проблемы у Миндера. Пытает он уйти. Сейвит его Крид. Цепляет мультимейт. Кью. Проблемы огромные у Кью. Агрессив теперь жив. Криту надо убегать. Ну и связывает Миракль. И все очень круто. Боже, Элджи, как же вы круто играете. Как вообще эти две команды круто играют. Пошел Миракль дальше. Цепляет агрессиво. Земля в КД. Вешает на него Дум. Подходит остальная команда. Уже бежит. Биг Дэди Нотейл. Который решил добить агрессива. Браво. Большой Дум умер. Несколько маленьких Дума умерла. Оу-Джи. Они знали, что нет Нотейла, но они понимали, что там нет глобала. Они понимали, что там нету Дума. Они понимали, что армор стакается от Дазла. Да. Довольно таки круто. Ну и Эмбер. Прыжок. Удар минус Рошан плюс Аэгис. Синхронный врыв. И Слардар. Слардаром в свою очередь поставил одного и второго. Не успели они среагировать. Эмбер спирит Аэгис забрал. Ой, блестяще сыгран. Да, Эмбер сразу же тут Аэгис там и потратил. Но суть же не в том. Суть в том, что не дали забрать Рошана. Забрали его сами. Забрали Аэгис. И в итоге в момент, когда они должны были по сути проиграть. Да, потому что не было у них Ноутейла. Они еще и выиграли. То есть это прям то, что надо. Ну а теперь тайминги. Теперь тайминги считать, в голос проговаривать. Тайминг Дума. Тайминг Глобала приблизительный. И очень четко ориентироваться по этому. На топе Мунминдер видит Шики. Шики заряжает. Шики. Проблема у тебя, братан. Шики взрывается. Здесь Крид. Будет еще Слип в любом случае. Прыгает Слардар. Гардер. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хек и Гардер тоже в таверну. Ну такое, знаешь, это ошибочка? Ошибочка ? Да, заряжать , в любой непонятной ситуации русского второй скилл. Согласен, согласен. 12.8 на 29 минуте. OG впереди. Ну и действительно, чуть-чуть ошиблись одни и сразу же ответка перелетает от OG. Чуть ошиблись OG, Zdecky убивают, чуть-чуть ошибаются, а Zdecky тут же, тут же ответка от OG очень серьезная. Ну и теперь можно как-то попробовать для себя найти контру для Сайленсера. То есть пока этот товарищ довольно-таки многих личностей очень сильно контрит, но если там подфармить кому-то БКБ, например, Слордару, чтобы можно было снять себя Сайленс, если там подфармить Наймбер, Спирит и Монту, я уверен, что вот этот шарик это Монта, ну то есть с большой вероятностью, то тогда Сайленсер не будет, такой уж сильной проблемы и можно будет хорошо воевать. Да, Монта это, конечно, супер круто будет, да, Дума не спасает, ну не знаю, а может лучше и Монта и Линка? Не, Монта, я думаю, все-таки надо начинать с Монты, потому что все-таки целей для Дума две, это в первую очередь Миракль, в первую очередь, наверное, и Ноутейл, все-таки во вторую Миракль, и если Дум залетает в Ноутейла, то Эмбер, который не боится Глобала, он жутко помогает и Сиринг Чейнс, и дэмэдж вносит. Он там просто разрывает все. Все-таки это Линка, все-таки это Линка. Ну тоже нормально. Ну пойдет. Ну вот этим он как бы намекает, что братан, косуй в Ноутейл. С удовольствием, да. Делаешь все, чтобы тебя не фокусили. Слушай, а это, кстати, нечестно, Монта это нечестно, ты же можешь только на одного ми-паря повесить, правильно? Да. Что это за фигня? Это нечестно. Ну и парь какой-то нечестный герой. Их пять штук, если бы нечестный. Сам Пайп собрал и опыт уже на десятерых. Не, на девятерых завязал. Ну да. Так, Дум, вот думаю, хотелось бы отметить, то есть бегает он с Големом уже довольно-таки долгую, ну, долгую игру, но было бы здорово найти для себя волка. Волк уже стоит его и ждет, потому что, ну, станчик это уже, знаешь, не то, там, вот 0-6 секунд глобально за месик, а бегают пятером. Да-да-да, то есть было бы здорово, что такую массовую какую-нибудь ауру для всех своих союзников набрать. А знаешь, может быть, он держит его для того, чтобы сбивать Бэйн ультимейт? Может быть. Ну, что, кроме этого-то, что, гардер и все. Ну, хотя, можно левел дэсом. Левел дэсом, да. Да, глобал сбивает Бэйн тоже. Типа, ну, что-то вообще непонятное решение какое-то, откровенно говоря. Поэтому нужно найти, вот давай агрессив, агрессив, давай иди. Ну, сказывается, видимо, то, что мало практики. Ты вообще видел агрессиву на Думе? Нет, я говорю, это первая игра. Ну, да, то есть, ну, что Шики, который станет себя бомбочкой, ну, бывает такое, что агрессив, вот он волк, ну-ка, ну-ка, волка нужно брать. Хорошо. Умничка. Красавчик. А вот теперь бежать, бить. Вместе с Алхимиком. У Алхимика Актарин. Я очень хочу, чтобы УДЖИ выиграли эту игру 2-0. Очень хочешь? Нельзя так говорить нам, но я очень хочу. Я хочу, чтобы все Алхимики с Актаринами проигрывали. И супер, хотя я болею за Вичи Гейминг на этом турнире. Пока вот есть такой тонкий момент. Если драк не будет, то, в принципе, билд работает. Конечно. Это не вопрос. Одну иллюзию, вторую иллюзию ты кидаешь. Это пак, ты тратишь 10 тысяч голды, чтобы фармить еще больше. Понятное дело, что билд работает без дак. Но вот когда УДЖИ, по идее, доформят свои ключевые артефакты, то тогда уже посмотрим, получится ли у него. Они дофармили ли УДЖИ уже? Ну, еще нет. Нипа фармит мы видим со Скади. Да, БКБшчику Слардару нужно срочно взять. Бейну там что-то можно. Тут Линку надо дофармить. Осталось еще тысячи голды. Мираклю. То есть еще есть кое-какие вещи, которые надо добрать. Ну и Рошанчик тоже не помешал. ИСиДиСи особо не жадничает. Покрывает малую часть карты. И, казалось бы, УДЖИ хорошо фармят. Но, в принципе, и там пока фарм ровный. То есть они хотя бы не уступают УДЖИ. Это нормально. Тут смолз тем временем. Очень хорошую руну сейчас подобрал Леон. Сейчас можно идти первым в инвизе кого-то найти. И потом подозвать всю свою команду. Нереально повезло. Не знает ничего Миракл. И это минус Эмбер, да. Очень черт. Поймали. Браво. Ну, ловят хорошо. Очень хорошо. Без байбайка тоже Эмбер. Драки нельзя навязывать. Ловят, конечно, с деки все их ганки. Несмотря на то, что мы тысячу раз уже сказали о том, что все знают, что дек, Смоуки. Да, все знают, но все равно у них каждый ганк. Все вот эти путешествия по лесам, они всегда заканчиваются успехом. И это круто. Ну, они ловят все на ту мысль, что даже если мы никого не заберем, даже если, ну, как бы враг немножко пофармит, но с другой стороны будут хотя бы ворды, которые будут врага палить. То есть, огромный перевес. И OG решили пойти во вражеский лес, раз уж там были люди и с большой вероятностью без гема туда лучше не соваться, а гема пока нет у нас, то лучше перейти вот сюда. И седеки об этом знают. И седеки об этом знают. Шики уже здесь. Шики уже с Акторином. Икзе нашли. Ой, икзе. Киксе будет атака. Нет, ты смотри, побоялись. А вот Дум. Флая. Хорошее решение. Глобал. Кого цепанули? Цепанули Бэйна. И Бэйна одного убили через Дум Глобал. Ну это лишнее. Ну да, всего лишь одного героя забрали, но... Ну Дазл убежит. Ну Рошана нет, а что успеет откатиться? Ну, успеет. Стоп, две минуты. Две минуты до появления Глобала нового. Это много. Вот хотел бы еще похвалить суппортов, которые еще и тут умудрились поставить варды. Которые, кстати, очень тяжело найти, вот этот вард. Да, тем более это на 34-й минуты игры. Что там искать-то будет. И СиДи Си. СиДи Си сейчас что-то чувствует. То есть первое чутье это то, что Мипарь довольно-таки больно пробивает тебя с пупов. То есть да, это герой, который может моментально варшить алхимика, но если собрать БКБ там на Думе, на алхимике, может быть там еще на ком-то, то пупы не такая уж и проблема становится. Да. Видишь, большое количество дэмэджа. И вот хочется похвалить агрессивку. А Монтан, Монтан все-таки здесь у Мипа. Опять-таки сбивать Сайленс тебя хочет Нолтейл в первую очередь. Хорошие статы там, ну, иллюзии получают. Вообще хорошая идея, да? Решили пойти. Решили пойти. Рошан очень скоро появится. Идут куда-то кого-то гангануть, никого не видно. Вот, Вижен смотрим, вообще никого не видят на карте. Да, даже несмотря на то, что мы видим Мипарей сверху, но они в любой момент могут на Teamfight прийти. И берут максимальную слифовую позицию. Ну, найдут Шики. Найдут Шики. Да, прыгнули Шики просто моментально. Тут развалится, конечно. Ждут, чтобы еще кто-то подтянулся. Но Шики тут секунда дело просто. Ну, вообще тут любой герой, это секунда дело, фактически, сейчас. Для вот этого вот отряда. Ну, вот на такой стадии игры хочется сказать, что, ну, вообще по одному лучше не бегать. Чем хороший Алхимик с Докторином? Тебе не нужно вообще куда-то показываться. Ты можешь встать в кустик, нажать ульту, кинуть иллюзию, иллюзия пойдет сама с тебя фармить. То есть, вот бегать в таких вот точках, где с большой вероятностью будете ловить, а здесь древние, здесь древние эшенды, которых ты будешь фармить, их нужно избегать. И, честно говоря, пока Алхимик с Монтой Родианцем еще не показывает весь свой потенциал. Есть куда двигаться. Да, Шики. Да, полторы минуты до третьего Рошана. Мы едим своих, чужих эшендов зафармили. Ребята, ноутей прям очень хочет этот Аегис. Ну, очень прям хочет ноутей Аегис. Пожалуйста. Ой-ой-ой, и на хайграунд заходят. Проблемы у Гартера. Как же быстро его сбревает Глопал. Игзе прячется. Ну, сейчас вы знаете, что с ним произойдет. Игзе, блин, каунт. Да ладно, Игзе бежать, но ловит его Монминдерстан. Игзе, проблему у Игзе. Игзе в госте. Игзе и... Все-таки сейчас его добивает. А там еще параллельно умер у нас Сайленсер, которого соло убили. И вот там. По-па-па-па-па-па-па-па-па-ка-па. Тимать. Полное вытирание команды из пяти мужчин. Семь-анг здесь. Фу-фу-фу-фу-фу. Расслабились. Расслабились. Самое страшное правило, это когда у тебя минус один герой, это зайти в свой лес. На базу, пацаны, вот она точка. Вот, 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 здесь тусить. Нет, нет, потому что вот здесь тусить. Вот стоит Вартланд. Да, ну да, кстати, у кого-то убейте, зачем вы его поставили, если вы туда не ходите. Найдите мипаря какого-то, попробуйте убить, ну, что-то делайте, когда вас доминирует. Да, ну и кто же... Будьте как Эдви просто. Будьте как... Очень близки Цдеки, вице-чемпионы мира по версии The International 5 от вылета с первого мажора. Напомним, команда, которая проигрывает здесь, занимает пятое-шеестое место. Да, это для кого бы, кто бы здесь не вылетел, провалом это не будет. Это уже хороший, нормальный результат. Пятое-шеестое место на мейджоре. Ну, не знаю, не знаю. У нас обычно говорят, что если ты не занял топ-1, ну, это все слова. Это все слова. Если OG даже проиграли бы сейчас, никто бы даже кривого слова в их сторону не сказал. У Цдеки, возможно, другие задачи, но опять-таки, Цдеки это команда, которую чуть Вега из Уальдкарда не выбила так-то совсем недавно. И вообще мы про них ничего не знали до сих пор. Были бы ребята типа уровня тех ЦИС, которые там с Блэком играли в 2014 году. А сейчас мы смотрим, что да, даже несмотря на то, что они заняли топ-2 НТ, но с другой стороны, знаешь, ты входишь топ-2 мира, топ-4, топ-4, какая разница. Ты все равно на топе мира, где ты входишь в десятку лучших команд, и это невероятный престиж. Вот. Это вот в защиту наших Virtus.pro. Нет, WP-78, да, это провал для них лично. Для них лично это провал, это трагедия действительно персональная. Но я бы, я так не считаю, и я считаю, что это хороший, качественный результат. Да, хочется лучшее, всегда хочется лучшее. Но будем надеяться на лучшее в будущем. Вот сейчас хочется лучшее, возможно, команде CDC, потому что вот есть у них Калхимик, у него 23 тысячи Networx, но как-то мы особо не видим импакта в игру. То есть он где-то ныкает... Потому что это мусорный билд, выбросьте себя в окно просто с таким билдом. Да, да, то есть... А прикинь, если бы у него был SolarCrest, если бы он Аганим втарил Сайленсеру сейчас, либо Думу. Вообще кому угодно. А либо и Думу, и Сайленсеру, и Леону. Если бы Владимир собрал на команду. Владимир. Ну, просто, ну, а-а-а-а! Нет, потому что могут сказать, да ладно вам, 10 тысяч голды, это не такой большой перевес. Но с другой стороны, ты кидаешь иллюзии, ты кидаешь иллюзии, они не получают XP, посмотрите по XP какой перевес. Посмотрите по XP. Да, да. Там нереальный разрыв по XP. Иллюзии тебе фармят, и ты такой, блин, у меня Актарин, и я сейчас куплю к нему Шиву. Окей, Кирасу. Да, да, там 25 тысяч XP перевес, это вообще, ну, как бы, слишком большая цифра. Ну, это ноутсенс, да, то есть, понятно. Нет, когда ты играешь против Mipo, ты всегда проигрываешь по ходу по XP, ну, не на 25 тысяч. То есть, Mipo 25-й, понятно, но там пацаны тоже ЛВЛ имеет очень серьезный. Mipo, кстати, сейчас... Задл с Аганимом! Ооо, Mipo'я сейчас будет не пробить, если он повесит на него армор. Это же просто невероятный армор, конечно. Давай посчитаем. А может, не надо? 24, полтора, ну, все получается. Дим, давай лучше посчитаем обраточку. Слардар, Амплифай, Демидж. Нет, я не хочу считать. Это же минус 60 там, или сколько там будет? Это слишком печальные новости будут для CDC. Давай пара, давай полюс хотя бы. Да, да, да. Ну, 21 армора, 19 у него встроенного. У Mipo'я мы понимаем, что дазл какого у нас левла? Ладно, не 16-го, хотя бы левла. Полторы армора в секунду он дает за 2-4 секунды. Мы понимаем, что это 36 армора сверху. Наваливает плюс к 19 родным Mipo'ю каждому. Ваншот. Просто забей. Его не убить. Он убивает всех. А у него еще Аэгис. 10 жизней. Ладно, не 10, вру, 2. Любого убьешь всех. Ну, знаешь, в твоих глазах есть план какой-то? Вот они сидят, они думают. В чьих глазах? В глазах CD&C. Серьезно. Сейчас алхимик, он сейчас может понимать, наверное, какую-то вещь, что что бы он ни купил, в принципе, это может не повлиять на сход игры в себе. Можно купить Аганиму Лену. Скажем так. Аганим Лену. Когда ты покупаешь вот такие артефакты, как ты покупаешь, то в такой момент уже, что бы ты ни купил, это на игру не повлияет. Не, не, я понимаю. В его случае, да. Но в случае с Леном можно купить ему Аганим. То есть можно дать Finger of Death по всем, и кто его знает, может быть, ты там кого-то заберешь. Да, 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 согласен. Можно саленсеру, хотя, да, там манты там уже нет. Ну, не важно. Тут Думу Лену надо докупать эти Аганимы. Реально, надо. Да, можно Думу купить Аганим, и потом он соберет рефреш, будет два Аганима. Если повесить там на Даззл, на Эмбер Спирита, это вообще будет жара, то есть погибнуть все. То есть, в принципе, есть еще такой шанс. Главное, главное... Смотри, как они на иллюзию разводят Эмбер Спирита. Кстати, сбили Ленку, ему сейчас отойдет. Еще одну, стри. Ну-ка, ну-ка, а может, а может, это рискнуть? Ну-ка. Боже, ну это просто развод высшего уровня, если честно. Давай, иллюзия на иллюзию. Смотри, они ее хилят просто. Просто, если в нее прыгнет Дум и даст Дум, это ладно. Если в нее... О, Эмбер убивает иллюзию, понимает сейчас, что их разводили. Пошли иллюзии Мипаря бить агрессиво. Агрессиву не приедет, а Мипа! Минус Леон! Шики, Шики включает свой Октарин, начинает драться. И, кстати, больно здесь Нотейлу. Нотейл, Нотейл проседает, но у нее две жизни, не забывая. У нее две жизни, глобал проходит. Агрессиво стыпанули, Финс Гри, минус агрессиво. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум! Говорит Нотейл, и это минус 4. Первая жизнь Нотейла тратится. Гуд гейм, уэлплей. Олджи в топ-4 первого мажора. Одна из лучших реализаций Эгиса. Шикарно! По Т4, просто Нотейл. Просто, просто Олджи. Да, и выдыхает Крид, капитан команды. Типа, хорош, хорош мы это сделали. Ну вот, точнее, флайк этой команды. Вот он, Нотейл. Кое-то поздравляю тебя. Тиммейты друг друга. Но это невероятная команда. Собрать микс за, буквально за 2-3 месяца, иметь невероятный стрик, попасть на мейджор, обыграть больше, самое большое количество топовых коллективов.